Привет, друзья! Снова рад вас очень всех видеть, хотя я вас не вижу, но вы меня видите. Я, как видите, подстригся, у нас есть некоторые изменения, я стараюсь, может быть, еще через пару выпусков и камера появится у меня, так что, может быть, вашими молитвами. Начнем с тебя, Сергей. Я сегодня, мне сегодня показали, Сорока принесла, как ты, я вот не знаю, как ты осмеливаешься выкладывать фотографии в стиле ню, свои, да, и там целые истории. Идут. Расскажи, что тебя сподвигает, как эта вообще тема работает у тебя? Привлекает клиентов? Ой, слушай, клиентов не привлекает пока, слава богу. А каких же клиентов? Я же не буду нахтер, в конце концов. Да не, я просто очень легко к этому отношусь, для меня она готовит нормально, и просто, видишь, в Европе своей развратно не пожил, и все. Да, я и подумал, скоро там тебя заберут к своим. Ну, наша с тобой любовь, так сказать, на расстоянии будет разрушена. Ладно. Здесь, на самом деле, это очень распространено, есть такая штука, называется, файкёпе культура по-немецки, или культура свободного тела немцы, покупаются голыми, загорают в парке, а ты можешь в центре города пойти, как в Заряде, прямо у Рейхстага в парке, и там голые люди лежат. Обалдеть. Короче, вот так вот у нас развратное общество. Понял. Как твои дела, Станислав? Мы с тобой не виделись две недели, как ты заработал еще несколько миллионов рублей? Ну, не несколько, сколько-то пришло, поэтому все хорошо. Я до сих пор не могу поверить, что ты не держишь руку на пульсе своим финансовым. Не, почему? У меня отчет есть, месяц завершился, у меня есть отчетный период. Ну, то есть, да, есть по дизайну, есть по обучению, то есть, есть два графика. И твоя кривая, она вот типа вверх растет, да? Нет, нет, у меня стабильно достаточно. У меня нет такого, что постоянный рост, у меня, ну, в принципе, наверное, постоянная стабильность, скажем так. Неплохо, хорошо. У меня есть для тебя семь вопросов сегодня от наших читателей, я их по очереди зачитаю. Давай. Погоним с первого. Станислав, здравствуйте. Очень хочу оставить скучную офисную работу ради творческой, в скобочках, хочу заниматься иллюстрацией, но не понимаю, как мотивировать себя сделать первый шаг. Страшную. Посоветуйте, пожалуйста. Ну, наш человек то, что хочет, это очень классно, здорово, заниматься любимым делом, супер. Как мотивировать себя первый шаг сделать? То есть, мотивация, я так понимаю, есть, если ты хочешь уже, а страшно – да, ну, это нормально, просто надо поработать со страхами. Я думаю, что тут не надо путать две вещи. Первая – это мотивация, скорее всего, она есть, а вторая – это страх, то, что мешает. То есть, страх, он мешает, и надо с ним поработать. То есть, надо понять, что страшно, что денег не будет, что не получится, что не оценят, еще что-то. Потому что страх, как правило, самый сильный, ну, один будет. Его надо найти, с ним поработать и убрать. А мотивация, я думаю, уже есть, если тема творчества интересна. То есть, главное – не путать, над чем работать. Ты считаешь, что страх можно убрать, да, у человека? Не можно, а нужно. Мы растем через то, что мы убираем свои страхи. Потому что, если ты ничего не боишься, то ты быстренько умрешь, потому что, ну, ты попадешь в какую-то неприятную ситуацию, и, ну, непонятно, что случится. А если ты боишься, вот тут грань надо найти между тем, чтобы работать над страхами, и чаще всего они надуманы. Они связаны либо с прошлым, либо, ну, просто тебе кажется, да, что страшно, потому что ты не делал, с неизвестным, с новым. Поэтому, да, над ним, конечно, поработать, либо самостоятельно как-то попытаться, либо с психологом, например, сходить, сказать, выявить главное, в чем страх, в чем он, и поработать над этим. А ты теоретически можешь такими вопросами помогать? Да, конечно. Я не только теоретически, я практически могу. Но единственное, что я же не психолог, то есть, это работа, скажем, менее, там, квалифицированная, чем, ну, не то, что квалифицированная, скажем, менее оплачиваемая и менее сложная, чем я могу. То есть, это как из пушки по воробьям. То есть, смысла нет, лучше сначала, ну, как бы, с базовыми вещами перейти. А ко мне уже можно приходить, там, создание студии. То есть, страхи на другом уровне. Не то, что вот я вот не знаю, как начать, либо я не знаю, как перед камерой выступать. Ну, блин, как-нибудь выступать. То есть, это очень простые для меня вопросы. Можно их решить, но смысла нет. Ко мне уже лучше с более детальными вопросами. Как, вот, допустим, там, с миллиона на пять выйти? Вот это вот уже более интересный вопрос. Что мешает? Где в голове там что-нибудь то? Подумал, как бы на миллион выйти, неплохо было. Можно, можно на миллион, да, выйти. Да, вполне. Соберусь когда-нибудь с духом и обязательно приду. Давай. Спасибо. Хорошо. Станислав, сколько денег вам нужно для счастья, а для комфортной повседневной жизни, спрашивает наш читатель. Да, немного. Не знаю, нисколько мне не нужно. Мне, в принципе, месяц... Миллион тебе хватит в месяц на счастье? Конечно, мне и сто тысяч хватит. Мне и пятьдесят. Ну, то есть, в целом, у меня... Не, ну, мы говорили на что? У тебя не долго будет столько стоять? Расходы или что? То есть, ну, мне здорово, что если у меня будут все расходы покрыты, плюс я могу ходить в ресторан. Ну, и если нужно что-то купить, например, не знаю, хочу в топорации купить там за сколько-то денег, пошел купил. То есть, больше там, ну, нужно какую-то рубашку новую купить, штаны, вещи, ну, пошел купил. То есть, больше ничего. Мне не надо золотые часы, мне не нужно там что-то новое каждый месяц, мне не нужно никого удивлять. То есть, у меня, как бы, достаточно стабильные и не супер-мощные запросы тут в плане финансов. Окей, ну, ладно, хорошо. Ну, то есть, я достаточно... Сейчас, я объясню. Я чувствую себя скромно, и у меня это окей. То есть, у меня нет потребностей. Я больше, скорее, вложу деньги, если они у меня есть, я в какие-то проекты. То есть, книгу выпустить. Вот, кстати, покажи книгу, Станислав. Ну, вот же она, что показывать. Ага, она как икона просто. Да, книгу поставил, записывал тут интервью. У меня сейчас помощница собирает, Ксения, да, привет, собирает интервью у ребят, с которыми мы работали, в системном клубе. То есть, мы почти год уже, 8 или 9 месяцев ведем клуб системных дизайнеров. Ну, не только дизайнеров, на самом деле, всех. Вот, и там мы занимаемся тоже, в том числе по этой книге, там есть технология упаковки уникальности. Вот, и как потом упаковать себя и транслировать. И там люди идут с 50 до 150 тысяч в месяц, вот, постепенно за счет, ну, улучшения своих, как бы, внутренних, убирают страхи, в общем, понимают, как делегировать, ну, описывают свои услуги так, чтобы их покупали. Вот, и там мы работаем. Вот, Ксения взяла интервью у нескольких ребят, ну, классно тоже получилось, записали. И у продвинутых ребят, с кем мы работаем по созданию студии, вот, тоже интервью. К чему это я рассказываю, не знаю, книги. Угу, я понял. Хорошо, спасибо. Так, Стас, расскажи подробнее про инженерную часть дизайнерского дела. Ты говорил, что расчет электрики и прочего поручают отдельным спецам. А как таким стать? Можно ли получить такую профессию без вуза? Ну, можно, это, в принципе, скорее всего, техникум. Я тут не сильно компетентен на этот вопрос, где на электриков учат. Скорее всего, это техникум, либо колледж какой-нибудь. Я не думаю, что это вуз, это, ну, достаточно простая специальность. Может быть, инженер, если ты хочешь, то там, наверное, вузы. Сразу скажу, я не сведу в этой теме, это не моя вообще область, так же, как сантехника или, там, расчеты какие-то инженерные. Я вот учился сам лично на инженера-проектировщика. У меня вот такая тема. Я, там, сопроматы всякие знаю, умею конструктив, вроде как, теоретически считать. Но я не разу... Сколько лет ты уже этим не занимался? Ни дня я этого не делал вообще после того, как вуз завершил. И, в принципе, я только контрольные и дипломные всякие сдавал по этой теме. Вот, больше ничего не делал. Ни разу не работал, и хорошо. То есть, меня не надо допускать к математическим операциям. Вот, меня можно... Да, да, не надо. Не пускайте меня, а то хуже будет. Вот, поэтому я не знаю. То есть, это, наверное, не ко мне вопрос, скажем так. Есть отдельная тема. Я по дизайну, по инженерке нет. Понял. Слушай, я вообще слышал такую цифру, что за год человек теряет 20% своей квалификации. Пять лет ты, короче, не работал по специальности, и ты всё, считай, всё потерял. Не знаю, не могу сказать. Я за то, что у тебя есть навыки, а не знания какие-то, ну, сейчас теоретически. Если у тебя есть навыки, вот, допустим, если я не электрик, я электрику выучу очень быстро, если захочу. То есть, я могу за три месяца, в принципе, ну, познать всю теорию, может быть, даже быстрее, и выйду на практику, если я захочу. Ну, поэтому я думаю, что тут важнее не то, что где ты учился, или сколько-то времени надо учиться, а насколько ты быстро впитываешь информацию. А на этой технологии, как быстро соскринить любую информацию и применить её. Если ты знаешь, как у тебя мозг воспринимает информацию и проходит обучение, то ты можешь сделать очень быстро это. Я понял. Ну, слушай, ты бы вообще, например, представить, что тебе потребовался какой-нибудь специалист по расчёту сантехники. Ты бы пошёл к человеку, у которого нет вузовского образования, но он просто там как-то нахватался где-то умеет делать. Слушай, прикольно, хороший вопрос. Мы как-то нанимаем, кстати, таких, я даже не знаю, как мы делаем это, честно говоря. Скорее всего, это компания, всё-таки мы работаем с инженерами в компаниях. Не знаю, мы ни разу, я лично ни разу ни у кого в жизни диплома не спросил. Вот, поэтому, когда спрашивают, ну, нужен ли будет тебе диплом, сертификат, ну, я работал с сотнями, сотнями за всё своё время людьми, и ни разу диплом не спросил. Кстати, Сергей, у тебя есть диплом кооператора? Может быть, мы зря с тобой, что ты… Вот, видишь? Поэтому тут, ну, не факт, непонятно. Не знаю, не могу сказать. Короче, скорее всего, я не буду спрашивать. Я увижу результат работы, и если он окей, то окей. Единственное исключение, когда мы делаем, допустим, проекты для девелоперов, мы вот делали Москва-Сити, там, Аэрофлот, Сибербанк, ну, разные такие, где нужно сро поставить. Там мы нанимаем специальную компанию, у которых есть сро, а там требования… А что это такое? Это специальная такая лицензия, которую получают компании для того, чтобы иметь возможность работать с объектами, гостиницами, в общем, больше четырёх этажей, скажем так, коммерческими объектами. Ну, это чтобы там, где опасность с людьми связана, что, ну, страхуют, в общем, риски, чтобы там крыши не рушились и так далее. Вот, всё, что частное домостроение, это не нужно, а всё, что общественное, нужно. И когда мы делаем общественное, мы нанимаем компанию, у которых уже в штате должны быть люди с дипломами. Я был, кстати, таким же человеком, я работал в компании, в архитектурной студии, и им для того, чтобы создавать инженерные проекты, им нужно было показать, чтобы получить лицензию, что у них в штате работают люди с дипломом. И они меня взяли туда, ну, хотя я, естественно, не являюсь инженером, я был там дизайнером, визуализатором. Вот, а они мой диплом использовали для того, чтобы получить, ну, как бы, что я в штате. Вот, но это формальность, естественно, да, потому что там были высококвалифицированные люди, ну, и там их было много достаточно. Поэтому они всё делали как нужно, но вот ещё один мидл или там мини-специалист по рекомендациям нужно было, вот мы и так использовали. Поэтому я, как бы, к дипломам так отношусь, ну, достаточно скептически. Мне кажется, они особо ничего не показывают, человек либо умеет, либо не умеет. Но если тебе нужно подписать что-то на государственном уровне, да, конечно, там нужен диплом. Я понял, спасибо, хорошо. В дизайне такого нет. И в предпринимательстве, естественно, такого нет. Слушай, ещё Максим Кац немножко примерно так же говорил, я немножко там занимаюсь разными вещами. Он тоже говорит, я никогда в жизни никого диплома не смотрел. Покажи, как ты умеешь работать, это у меня достаточно. Ну да, да, да. Хорошо, что вы не нейрохирург, да слава богу. Я удивляюсь, поэтому, когда люди приходят, говорят, а вот вы выдаёте диплом после обучения. Я сразу понимаю, что человек вообще ничего не понимает в целом, как он к профессию пойдёт, что он будет делать. То есть это для меня показатель, если человеку нужен диплом. И, кстати, очень выгодно обращать внимание на компании, которая занимается обучением. Если ты видишь, что они вешают на флаг, что после того, как вы обучитесь у нас, вы не результаты будете получать, а диплом получите государственный или какого-то образца, то это первый признак того, что они-то всё это понимают, что это не надо, но признак того, что они манипулируют сознанием людьми, которым нужен диплом. И, скорее всего, не факт, но, скорее всего, обучение будет достаточно поверхностное. Потому что люди, которые понимают, как надо работать, они понимают, что диплом и то, как человек умеет работать, это две большие разницы. Поэтому будьте здесь внимательны. Прикольно. Слушай, у меня тоже были студенты, которые приходили и спрашивали, а сертификат о повышении профессионального образования даёте? И они оказывались самыми мутными людьми. Косвенный показатель, короче. И если устраивается, приходит человек с кучей дипломов, то тоже стоит, окей, покажи, что ты умеешь делать. Лучше дайте ему точно тестовые задания. Не одно побольше. На каждый диплом надо дать тестовые задания. Блин, вот ты жестокий человек. Нет, справедливо. Но если они хотят дипломом обмануть систему, пусть мы их, как бы так, тоже... Докажи квалификацию. Ты принёс диплом, покажи, что ты умеешь. Стопроектливо сто процентов. Да, не надо было приносить. Что нужно сделать, чтобы сам Стас Орехов уволил? Ты кажешься очень тактичным и спокойным человеком. За что вообще в твоей компании увольняют? Ну, за обманом, например. Вот обманута чего? Ты можешь привести к примеру? Ну, как чего? Когда ты, ну, не знаю, украл деньги, обманул клиента. Такое бывало у тебя, как раз? Нет, это я теоретически так... То есть, ну, в целом это... А тебе приходилось увольнять за что-нибудь человека? Нет, нет, я никогда никого не увольнял. Мы как бы всегда работали нормально, подались нормально всегда люди. То есть, либо я не давал заказы, то есть у меня нет такого, что там ты устроился ко мне навечно. То есть, если ты меня чем-то не устраиваешь, то, в принципе, заказов я просто больше не дам. Мы закончим сотрудничать на каком-то проекте и все, следующее не возьмем. Вот, и ты быстро поймешь, что тебе тут ловить нечего. Вот и все. То есть, типа, человек как бы сам понимает у тебя, что нет работы, пойду-ка я дальше. Он остается на базовой зарплате, то есть, ну, как бы даже стажер приходит, кто-то, да, я всегда даю шанс и возможность. Вот, если человек приходит, то он просто не растет. У меня ты, ну, как бы растешь в соответствии с пользой, которую ты приносишь. Это справедливо. И, ну, нельзя за выслугу лет получать больше. То есть, нельзя, что ты, я уже на 5 лет работаю, повысить мне на 5 тысяч зарплату. Нет, ты, не важно, сколько работаешь, важно, какую ты пользу приносишь. И здорово, если ты приносишь в 2, ну, это минимум, ты в 2 раза должен как бы приносить. Хороший показатель, ну, нормальный, это в 3, а замечательно это в 5. То есть, надо стремиться к тому, что на вложенные, там, условно, в тебя, там, на 1000 долларов, ты 5 переносишь. Это суперклассно. Вот, тогда тебя еще бонусы ждут. Вот, нормально, 1 к 3. Совсем, как бы, базовый уровень, это 1 к 1. Если меньше, то, скорее всего, ну, просто эфиры не занимает, следующий лучше. Понял, понял, хорошо, ладно. Станислав, здравствуйте, а расскажите, будут ли у вас еще книги, над чем сейчас идет работа? Да, будут, будут несколько. Идет работа над книгой для клиента о том, как выбрать себе дом, как построить, как выбрать дизайнера. Ну, очень такая интересная книга для заказчиков, это первое. Второе для дизайнера. Скажите, секунду, для заказчика, что имеется в виду, кто заказчик? Заказчик будет, ну, сам человек, домовладелец. Если предприниматель, допустим, покупает себе квартиру, вот, книга о том, как не наколоться в этом вопросе, как выбрать правильно дизайнера, поставщиков, строителей, и как правильно самому там себе ТЗ составить. В общем, где можно сэкономить, где экономить не надо. Вот, для клиентов. Понял. Для дизайнеров будет, как расти в профессии дизайнера с нуля до создания студии. Ну, это такая профессиональная узкая тема, когда ты, условно, из домохозяйки, либо из другой профессии становишься дизайнером. Вот, это тоже можно. Что тебя ждет на этом пути, что тебе нужно делать? Следующая интересная тема у нас, называется, наверное, 7 на 7. Да, это такая большая методика, на нее ставлю большую, как бы, ставку именно. То есть она международная, будет мощная, такая вот, как всеобъемлемая. Это то, как расти в любой профессиональной сфере в доходах с нуля до 10 миллионов в месяц. Примерно так. За счет роста в навыках и за счет работы как раз над страхами. Я изучил философские всякие учения, изучил психологию, изучил маркетинг, изучил постоянные студии. И там вот все хочу рассказать, показать, ну, как бы дать полную основу. Она, скорее всего, будет там либо супер дешевая, либо там бесплатная. Я хочу, чтобы каждый творческий человек увидел, как это можно делать. Без продажи там чего-то дополнительного, у меня нет, как бы, курсов по этой теме. Просто хочу весь свой опыт выложить. Я считаю, что это будет очень полезная штука. Вот, наверное, вот это меня зажигает. Я понял. Ну, по созданию студии еще будет. Ну, то есть у меня там, ну, примерно 5-7 разных книг одновременно пишутся. Все основано на моей технологии. Ну, куча обезьян на клавиатурах, на печатающих машинках тебя печатают. Ну, если бы было все так просто, было бы очень хорошо. Следующая там тема, одна из которых я буду делать, я хочу создать редакцию. Потому что я придумал там, как, в общем, все это дело автоматизировать, да. Но пока она не создана, она в процессе. Я вот ее шаманю пока собираю, как вот колдун из всего. Вот. И я сам этим занимаюсь, ну, редактурой, да, созданием текстов. И за счет того, что я уже, как бы, внутри, я могу создать, ну, как бы, некую такую компанию, которая будет создавать правильные тексты, книги, материалы, маркетинговые, там, для меня и для других. Ну, я готов, кстати, подтвердить, что у меня слабо все с редактурой. Его уровень умения писать тексты, оценивать тексты, смотреть на него значительно выше, чем в среднем по рынку профессионального редактора. Правда, он длинновато пишет, я часто скажу по моему мнению, но это исправимо, в остальном он прям топчик. Слушай, а когда книжки-то выйдут? Сроки-то назови. Не могу назвать, пишу. Знаешь, как я люблю, я здесь не люблю торопиться, дедлайны ставить. Когда будет готово? Когда я посчитаю, что готово, и я, как бы, не хочу стремиться к дедлайну и выпускать недоделанный продукт. Вот, а чтобы он доделался, я его хочу попечь немножко с разных сторон. И когда я посчитаю, что будет готово, тогда будет. Поэтому следить за обновлениями, выйдет, когда будет готово. Я понял, ты любишь стейки well done, так скажем, да? Нет, со стейками это не связано. А вот в проектах, которые... У тебя не будет второй возможности выпустить книгу-тираж. То есть вот мы сделали, я считаю, что вот это вот не стыдно, а очень полезная книга. И, значит, заслуга в том, что мы ее не стали торопиться делать. Мы сделали ее, да, мы долго делали, но зато это такой монумент, который останется. То есть это прям супер вещь. А если бы мы поторопились, там бы было и ошибок, и структура не та, и где-то что-то не дожато. Ну и потом было бы стыдновато. А сейчас все люди, которые купили там эту книгу, там 2000 человек, они с удовольствием, я думаю, и другую купят. Потому что ценность этой книги, там, по сравнению со стоимостью 3000 рублей, зашкаливает. Потому что, ну, как бы, скажем так, по этой книге просто другие ребята даже могут курсы делать и продавать там. Хотя они вообще там, ну, не имеют отношения к этому. Вот, а настолько ценна эта книга. Да, согласен, книжка очень хорошо получилась, прям выстратанная, скажем так, с потом кровью вышла. Это того стоило. Да, тебе спасибо тоже за принятие участия и за помощь мне в боевом крещении первой книгой. Да, но теперь, да, да, согласен. Так, Станислав, у меня такой вопрос. Вот вы открываете всем суть своей работы, свою систему, а не боитесь, что ее легко скопируют, и тогда вы сами будете уже не нужны? Да нет, пожалуйста, пусть скопируют, я же для этого открываю. Я за то, чтобы людям было полезно. А дальше, ну, смотри, тут какая у меня цель. Я помогаю большому количеству людей сдвинуться с мертвой точки. И если человек сдвигается с мертвой точки, если он это делает с помощью меня, то это очень круто. Потому что, когда он, ну, начинает чуть больше зарабатывать, через какое-то время он там начинает либо хорошо зарабатывать и покупает себе квартиру, да, ко мне обращается, потому что он помнит, ну, зачем к какому-то еще дизайнеру обращаться, если вот ко мне можно. Если он создает компанию, то тоже, как бы, он в какой-то момент начинает ценить время больше, чем деньги. Вот, люди до этого дорастают. Соответственно, если я в самом начале его карьерного пути с ним повзаимодействую, он получит у меня пользу, то через, там, один, два, три, пять, десять лет даже бывает ко мне обращаются, типа, спасибо, я вырос на твоих, условно, сказках, да, то, что я там рассказываю. Вот, и теперь я готов. И он приходит и платит полмиллиона, миллион, ну, то есть, почему нет? У меня всегда так бывает. Поэтому это такая стратегия, в принципе, я делюсь полезным, то, что мы записываем, ну, любые вопросы, вот, и дальше я работаю с теми, у кого и так все хорошо, да, и я поэтому стараюсь не работать, кто там, ну, в печальном каком-то состоянии. То есть, ты сначала разберись с собой, а потом приходи, я сделаю тебе еще лучше, там, в десять раз. Вот у меня такая стратегия. И меня на всех не хватит, я работаю только как бы с ограниченным числом людей. С топовыми людьми, кто понимает, что им это надо, кто накопил денег, у меня не очень дешево стоит, вот, но результаты, ну, как бы, есть у них и у всех. Скоро отзывы выложу, то, что вот Ксения собирала как раз. Прекрасно, спасибо, хорошо. Последний вопрос, Станислав. Стас, помоги разобраться в ситуации. Я пришел на работу дизайнером студию. Владелец студии сам дизайнер и постоянно суется в мою работу, дает советы и все такое. Я ни разу не могу сделать проект, пока он три раза не сунется и не заставит все делать по себе. Я очень устал от такого. Как разрулить, что скажешь? Ну, я скажу, нужно понять, на какую должность ты устраиваешься. Для этого нужно смотреть стандарт профессии и желательно, чтобы и ты, и руководитель понимал, что ты делаешь. Ты либо ведущий дизайнер, суть ведущего дизайнера отвечать за проект и его вести. Есть арт-директор, то есть, когда он комментирует что-то на определенных этапах. Есть просто дизайнер. И надо понять, кем ты работаешь. Если просто дизайнером, то нормально поступает руководитель, потому что его работа как ведущего следит за тем, что происходит. Если ты устраиваешься на тему ведущего дизайнера, то тогда ненормально, потому что тогда он должен бразды правления отдать тебе. И сам быть арт-директором. Поэтому, я думаю, нужно ознакомиться с темой стандарт профессии. У меня можно на сайте это сделать по поиску стандарт профессии. И понять вообще суть твоей работы. Дальше договориться с руководителем, что будешь делать ты, что будет делать он. Договоренность условно подписать где-то, ну или там в письме даже просто, ну не обязательно подписывать как договор, просто области распределить между тем, что ты делаешь, а зоной ответственности и что он. И дальше просто соблюдать. И если руководитель не соблюдает, то нормально ему сказать, что мы не об этом договаривались. Многие, кстати, это очень боятся делать, начинающие. Да, да. Мой совет начинающим… Да, я с руководством вообще люди, мне кажется, в целом. Да, да. А в этом суть как бы успеха, что ты должен знать свои границы и договариваться и с клиентом, не боясь, и с руководством, не боясь. Мы договорились об этом. Давай либо передоговоримся, либо как я сдам работу, которую ты на меня возложил, если ты сам ее делаешь, либо меняешь. Что будет в итоге? В итоге ты не сделаешь то, что надо, и в конце руководитель тебе скажет, за что тебе платить за месяц, потому что я сам все сделал, а ты условно ничего не делал. Вот, поэтому я бы здесь очень внимательно отнесся к ответственностям, к обязанностям. Для этого можно посмотреть там серию лекций, которые мы записывали, свои стандарт профессии. В общем, изучайте мои материалы, которые можно найти, пока не в книге, пока на видео. Но вот в скором времени я именно об этом пишу книгу, о том, как дизайнеру правильно взаимодействовать со всеми, как найти свое место в этой профессии. Слушай, короче, совет. У меня несколько раз в жизни было похоже ситуации. Я обычно в такой ситуации говорю, прихожу к водителю, говорю, чувак, слушай, ты мне платишь там, не знаю, 300 тысяч рублей в месяц, чтобы я круто делал свою работу, а вынужден тратить свое время, ты, чтобы там что-то такое отсунуться. Давай обсудим, что происходит. Либо ты как бы творец, я тебе помогаю, нужен я ли тебе за такие деньги для этого. Либо просто делегируй мне, доверься мне, ты, я же профи, ты, наверное, у меня, ты не доверяешь, я сделаю хорошо. Вот. Не скажу, что всегда помогает, просто есть такие люди, которым, не знаю, есть люди, которым кажется, что они, только они сами понимают, как правильно, и они с вами суются, но с ними мне тяжело работать. Ну, слушай, это нормально, это нормально, просто иногда человек тебе платит за то, чтобы самому прийти к какому-то выводу. Да. Это тоже окей, просто ты тогда, ну, смирись, получай свои 300 тысяч, и пусть он сам учится. То есть он, по сути, тебе платят, как за дорогой коучинг. Ну, как бы, недорогой, это как бы нормально, 300 тысяч, это нормально, если вы работаете. Но это всегда такая история, типа он может через 3 месяца устать. Ну, устанет, и все, ты получишь свои миллионы, и будешь доволен. То есть он может устать, окей, но он же тебе платит, ты можешь просто в конце месяца спросить, ты доволен работой, потому что если нет, давай не будем продлевать контракт, давай остановимся на этом, если тебя что-то не устраивает. Если он тебе говорит, меня все устраивает, спасибо, Сергей, классно, тогда продлевай, ну, кто ты такой, чтобы судить о его пользе. Он может пользу получить от чего угодно, хоть даже вот просто он видит там, не знаю, твое лицо и радуется, и у него какие-то мысли. Какая разница, если у него окупается, не лезть к нему в душу, спросить ее, было полезно, да, тогда плати. Я напоследок расскажу еще историю такую, мне однажды заказали книжку писать с одним чуваком, а он такой топовый предприниматель, владелец собственной компанией по продаже там разных штук. Не буду просто, чтобы, у нас не очень позитивно закончился опыт, но я не буду называть имен, чтобы, просто, как бы, я свою точку зрения складываю. Мы с ним стали созваниваться и писать книгу, и вот он каждый раз, там, мы ему 15 минут говорим по делу, о чем книгу нужно писать. И после, спустя 15 минут, он начинает говорить, а, Сергей, знаешь, я сел в поезд, поехал в Питер, там в Эрмитаже такие вазы малахитовые стоят. И, короче, просто про жизнь нравится человеку говорить. Вот, а я тогда глупый был, а я все время его тороплю, сбиваю, говорю, слушай, давай по делу. И я только, и он, а он раздражается, он говорит, типа, ну, если вам не интересно меня слушать, то я, может, другого редактора найду. А я такой думаю, что за хрень происходит, ты мне книгу нанял писать, а книга не идет. Ну, просто мы буквально 20% сделали, и дальше просто балабольство. И в итоге мы с ним отношения прекратили. И я только сейчас понимаю задним умом, что я-то ему нужен был просто как источник, куда можно поговорить, посудить со мной что-то. Да. Вот, ну, короче, и он готов был платить, у него есть деньги, и для него деньги вообще не проблема. Надо было продолжать просто, и я как терапевт был бы для него. А я его тороплю, и все, сломал все отношения. Короче, дурак дураком. Не совсем, это в зависимости от твоей цели. Если тебе нужны были деньги, то да. Если тебе нужен был результат, то нет. То как раз-таки ты с результатом с ним не получишь. Единственное, все правильно, как бы, ну, ты сделал, я думаю, не переживай по этому поводу. А вот то, что касается продолжать, да, можно продолжать, чтобы тебе платил, только обязательно обсудить один момент. Что? Кажется, прям обсудить это, так сказать, что кажется, что книга у нас не идет пока, и давай застолбим, что это нормально, и мы с тобой просто говорим. И ты мне за это платишь, и ты как бы кайфуешь от этого. Прямо вот это описать. Потому что в итоге вы могли так промучиться 4 месяца, он скажет, Сергей, что ты там, ты ничего не написал. Ты не добросовенный специалист, и верни-ка деньги, и я вообще репутацию эту попорчу. Ну, то есть, будет недопонимание. Вот. А если обсудить этот момент, и он это осознает, и такой, окей, деньги не проблема, то, ну, пусть входит. Прикольно. Слушай, хороший совет, мне понравилось. Действительно, надо было так сделать. Ну, а я что-то там... А я-то думал, что для него просто реальная польза книга, но... А я... И постесняться поговорить об этом, я постеснялся. Я вообще остался без миллиона. Да, скорее всего, у него тоже могло быть такое, что книгу, он как бы, он к ней идет. То есть, это же прийти надо, как оно должно быть. И процесс это не то, что ты нанял и пошел. Это вот процесс обоюдный, да, и, наверное, даже более, скажу, ценный, нежели... Ну, вот мы с тобой то, что работали, да, я вот со своей стороны могу сказать. У нас уже был обоюдный процесс, и не столько, как бы, в написании, да, скажем, совсем даже не в написании, хотя-то это тоже, а сколько там в обсуждении, в понимании, как должно быть, что не надо, что не надо. Где-то там, я там тебя подкручивал, где-то ты меня останавливал, говорят, не надо это. Это очень важно. То есть, именно вот такой вот процесс. И за это он гораздо более ценен, чем навык просто соединять там слова и правильно структурировать. Сто процентов. Я, когда мы с тобой делали книжку, я много всяких ходов для себя сам просто на работе нащупал, понял, которые я после стал использовать. То есть, это было очень выгодно для меня просто учиться, так сказать, за твои деньги еще и сделать классно тоже. Ладно, я не накладил, все хорошо. За всем я тебя благодарю. Это все вопросы на сегодня. Друзья, присылайте вопросы мне, не присылайте вопросы Станиславу, потому что очень важно, кто-то, по-моему, их не читал, не готовился, посмотрите на это лицо. Он хитрый человек и не давайте ему поводов совершать на собой разные манипуляции. Я максимально открытый человек. Мы увидимся с вами через неделю, мы входим на рабочий элит, мы увидим тебя подстригся, возможно, даже камеру куплю, как уже обещал. Напишите мнение о прическе. Вот, писать вопросы, увидимся на следующих выходных. Спасибо, друзья. Мнение о прическе Сергея можно написать в комментариях. Да ладно, вот опять, что это за харассмент Станислав, ну правда, имей совесть. Ладно, а где твои фотки можно посмотреть, обнаженные? Боже, это просто, что это за панчи, 2-0 просто, под конец тайма. Может быть, у нас девушки смотрят, а может быть, не только девушки. В общем, ссылка будет в комментариях. Если так будет продолжать, если сейчас голый будет сидеть на видео, вот тогда просмотров оно и наберет. Прекрасно, спасибо. Спасибо, пока.